Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет! С вами Красный. Добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами продолжаем проходить Хогвартс Легаси. В прошлой серии мы остановились на том, чтобы, получается, проходили с вами местные туделики, катались шарики, ну и в принципе старались выполнять задачи, получается, профессоров Хогвартса, которые нам выдавали. Единственное, что нам осталось, получается лопать воздушные шары, чтобы получить заклинание Глациус. Честно, не знаю, что это заклятие вообще дает. И Флиппенда, но нам нужно вырастить урожай водорослей и раздобыть три боевых растений. Но я думаю, пока хрен с ним этим не будем заниматься, я думаю, сегодня мы вернемся на основной путь, на основной квест, потому что мы в основном только бегали, допы выполняли, а как бы основной квест тоже выполнять-то надо. Поэтому давайте сразу пойдем, получается, в зал картографии, как же тяжело выговаривать-то с непривычки. Ага, все, мы родились. Хорошо, пойдем узнаем, что же хотят прошлые, так скажем, учителя, директора Хогвартса и какую задачу они им дадут нам сегодня. Не советую вам недооценивать этого ученика. Мне раньше никогда не встречались такие способности к магии, а я уже давно преподаю. Вот так вот. Такие ученики – большая радость, хоть и не всегда. А, вот и вы. Я получил вашу сову. Мне удалось поговорить с Лодгаком, тем гоблином, о котором я вам говорил. Что он вам сказал? Раньше они с Ранроком были заодно, но потом разругались. Вы полагаете, ему можно доверять? Я думаю, да. Да, думаю, можно. Мне он показался честным. И Сирона Райан ему доверяет? Хорошо. Допустим, ему можно доверять. Но поможет ли он нам добраться до Ранрока? Мне удалось достать украденный шлем. Лодгак надеется с его помощью вернуть доверие Ранрока. Вы хорошо потрудились. Будем надеяться, что вашими стараниями мы сумеем узнать, что задумал Ранрок. Лодгак упоминал, что Ранрок что-то ищет, но он не знает, что именно. Может, этот шлем поможет нам найти ответы? Ранрок что-то ищет? Этого я и боялся. Когда я посещал свой портрет в замке, то поразился тому, сколько там оказалось гоблинов и волшебников. Везде уже, значит, копаются они и ищутся. В замке Роквудов? Да, когда-то я там жил. В этом замке пройдет ваше следующее испытание. Вы что-нибудь видели или с кем-нибудь говорили? Нет. Предпочел не привлекать внимания. Я давно там не был и не услышал ни одного знакомого голоса. А потому и доверять бы им не стал. Я старался не попадаться им на глаза, чтобы они не решили уничтожить мой портрет. Мне очень жаль, но вы должны знать. Виктор Роквуд, ваш потомок, темный волшебник в сговоре с Ранриком. Мой потомок? Темный волшебник? Тогда, боюсь, нам нельзя терять время. Вы должны как можно скорее попасть в замок Роквудов, хотя этот путь наверняка будет полон опасностей. Это не только место проведения следующего испытания, но и хранилище источника силы, который не должен попасть не в те руки. Хотелось бы мне, чтобы у нас была такая роскошь, как время. Однако я не сомневаюсь в ваших способностях. Как можно скорее найдите там мой портрет. Хорошо, сэр. Отправлюсь немедленно. Желаю удачи. Ага, опять отправляет нас скачать чей-то портрет. Нельзя тратить ни минуты. Встретимся в замке Роквудов. Дед, может ты меня проводишь туда? Почему я должен своим путем-то туда пиздавать постоянно? Типа, он говорит, ой, там опасно, много где страшно, не ходи один. Потом, пиздуй в замок сам, блядь, там встретимся. Порой это в очень странной сюжетной линии, на самом деле, но хер да с ним. Что там теперь делать? Нам, получается, надо этот квест выбрать. Почему-то он автоматом не выбрался, что-то странно. А где тут задачи? А, вот задачи. А его нет. Не понял. Наверное, тоже прогрузится. То есть нам, получается, надо вот в этот замок. Но он недалеко от Хогвартса отмечен. А, вот появилась. А почему она так долго прогружалась? Типа, на мать. Ну и все, перемещаемся сюда. Слава богу, мы уже были в этой дурацкой деревеньке. Там встречались с родственниками пацана, который нас темной магией учил. И, по крайней мере, нам не придется весь этот длинный путь туда проделывать. А спокойненько вот... Интересно, кто тут живет? Кто тут живет? Друзья твои, как бы, вообще-то, вроде как. Все, пошуршали. Ёпта, метку пролетел. Сюда! Надо сразу стелсовую выбрать. Что здесь происходит? Профессор Руквуд был прав. Это место кишит приспешниками Виктора Руквуда и сторонниками Ранрока. Они неплохо спелись друг с другом, но это вовсе не дружеский союз. Я уверен, вы согласитесь, что через парадный вход идти нельзя. Нужно найти другой путь. Идемте. Ну, погнали. Выбора-то у нас все равно нет. Узнаем, что там делают эти гоблины. Надеюсь, больше никогда там не окажутся. Просто сходу сразу холебальники чистим. Ну, по крайней мере, нас в этот раз не так легко убить. Дед, хочешь покажу тебе крутое заклинание, которое меня научили в Хогвартсах? О, запрет в хуярин. А мне покеру. Все. Херовые из вас какие-то гоблины. Даже не справляйтесь уже с нашей крутой колоссальной магией из трех заклинаний. Ничего здесь нет. Может быть, здесь что-нибудь спрятали? Епта, я даже в эту палатку закинул. А что ничего нету? Блин, гоблины что такие? Нищие совсем, что ли? Должно быть хоть какое-то там богатство. Я не знаю, у них там пару мечей, не знаю, спрятаны. Или еще что-нибудь. Тебе не остановить восстание Ранрока! Понятно. Все. Какой выход? Не знаю. А, наверное, вот этот камушек надо, типа, поднять. Надо тогда, получается, вот это вот. А, надо Вергардиум, блядь. А почему не двигаешься? Вот. Господи, лишь бы опять на голову себе не уронил. А то опять вот упадет. И опять останусь без силы. Или телепортируется, блядь. Нет, в это раз, слава богу, без этого. Но, ну, проблемы теперь меньше. Знал бы я, что ты хочешь перекопать пол страны... Мне бы не пришлось копать, если бы тебе удалось поймать этого ребенка. Нам бы не нужен был этот ребенок, если бы ты не отправил дракона за футляром, на поиски которого я потратил много месяцев. И еще больше золота в министерстве. Это ты дал им сесть в карету. Я вынужден был действовать, пока они не добрались до своей треклятой школы. Тебе что, все еще мало силы? Я позволил тебе рыть тоннель под своим домом. Позволил мне? Ты вообще здесь лишь потому, что один из твоих предков был хранителем. И можешь мне пригодиться. У нас был уговор. Я поделюсь с тобой полученной силой, если ты отыщешь сокрытые где-то хранилища магии. Хранилище магии? Так что, если не хочешь, чтобы я еще раз продемонстрировал на тебе свою силу, которую ты так жаждешь получить, притащи ребенка. Страшный гоблин. Ну этот кудесник в шляпе тоже так-то не очень собрадушный. Мы уже знали, что они вас ищут. А теперь знаем еще, что они ищут хранилище магии. Иранрак знает о хранителях. Да, я тоже это слышал. Профессор Руквуд сказал, что вы поймете больше, пройдя следующее испытание. Ну пойдемте в замок. Больше флешбеков, наверное, дадут нам. Мамаши твои, передать чего-нибудь на словах? Да, может, например, Круксу. А учитель вообще покер, чтобы за предпочтюм я заметил. Ага, щит-то не справляется у вас, ребят. Не, что-то совсем жестко наш пацанчик начал все пиздюля раздавать. Не, не, хорошо сейчас реально раздавать стал пиздюлей наш пацан. По крайней мере, сейчас он не получает такие ща, как раньше. И, в принципе, мы почти всю армию тут отделали. Тут, кстати, какое-то оружие написано, спрятано. А, ну вот он стоит, господи, блядь, я слепошарый. Связывание на три. Интересная способность, а кого мы будем связывать? Гоблинж? Тут подъема никакого нет. Значит, надо искать вход. Ну, наверное, по вот этой лестнице, типа. Хотя тут других-то и нет. Еще какой-то сундук. А, ну вон главный вход. Сейчас туда и войдем, и посмотрим, что там. Ну, или кто там спрятался. Проберитесь в замок. Нормально. Хорошо пробрались. Кажется, мы нашли быстрый путь вниз. А, ну так вот волшебная дверь же. Но она не открывается. Ревелю. Может, надо что-то найти еще? Вот что это за байда. Хм. Понятно. То есть, они не могли разгадать загадку и ударить по трем штукам одновременно, типа? Гоблины настолько тупые, что ли? Я что-то прикова просто не понимаю. Здесь были гоблины. Они опережают нас. А, нет. Все-таки мозгов не хватило сюда попасть. Давайте глянем. Вот какая-то хуйня лежит. Думаю, это оно. Хранилище магии и источник силы Ранрока. Похоже, здесь пусто. Если они все забрали, то почему они еще здесь? Ранрок говорил, что это не все. И если он прав, то остальное может находиться не здесь. А зачем вообще создать аккумуляторы магии? Смысл вообще прятать магию в АКБшках? Типа, в чем прикол? Как эти аккумуляторы помогают магам? У них, типа, мощь от этого растет или что? Причем, пруф, как бы. Я что-то не совсем понимаю. Типа, вы только поднасрали, спрятали магию по аккумуляторам. И сами же сейчас обсираетесь. Я услыхал, как вы пишете шум и надеялся, что это вы. О. Профессор Руквуд. Гоблины и темные волшебники, захватившие ваш замок, ищут хранилище магии. И они уже вскрыли некий контейнер. О, нет. Все куда хуже, чем я мог себе представить. Вы сказали Персивалю, что гоблин в своей сокровищнице использовал могущественную магию. Значит, они каким-то образом научились? Нет, этого не может быть. И, сэр, они знают, что вы были хранителем. Ранрак вас так называл. Но это невозможно. Откуда же он мог? Ладно, обсудим это позже. Сейчас вы должны пройти следующее испытание. Какое испытание? Мужик у тебя замок вскрывает, блядь. Сэр, я уже доказал свою преданность. И после всего, что было, вы должны рассказать мне правду прямо сейчас. Сначала вы должны полностью понять природу той силы, которой обладаете. И в этом вам помогут испытания. Сила беззнания действительно опасна. Если она окажется не в тех руках, нам нужно лишь перехитрить Ранрака и моего несчастного тезку. Хорошо, профессор. Скажите только, куда идти. Я открою вам путь. Но профессор Фиг должен сейчас уйти. Опять деда прогоняют. Ну все, дед, пока. Очень жаль, что я не могу пойти с вами. Но я буду ждать вас в зале картографии. Ладно, пока, дедуль. Второе испытание. Сейчас какую-нибудь еще большую перду у нас закинут. Будет вообще пизбец. А нет, так же выглядит, как и прошлое. То есть они вообще ничем не отличаются шибко. Просто пройти какие-то головоломки. Что это за хуйня? Сейчас здесь просто скажут по лестнице, поднимитесь, готово. Портальная рамка активировалась. А там проход. А что это такое? Какой-то кубик. Может быть, его куда-то надо применить? А, наверное, один на второй надо поставить. Чтобы выбраться отсюда, нужно передвинуть колонну. И эта арка явно здесь не просто так. Что, сундук? То есть мне надо вот это вот сюда поставить, что ли? В общем, прикол. А, наверное, надо наоборот вниз. Типа залезть. А, все, понял. Надо ближе к этой штуке, значит, их поставить. Ее, по мать. Вот это двигаем поближе. Вот так вот. Выходим обратно. У нас тут вот это. И ставим, получается, вот так. Нет, поближе давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть ближе давай. Вот. Во-во-во-во. Замечательно. Хорошо. То есть мы должны сделать вот так. Но мы гении просто. Чего еще сказать-то? Ёпта, блядь. Вот эти галюны с лестницами, конечно, вообще не прикольно. Проходов никаких нет. О-о-о-о. Блядь. Это как будто пьяный по лестнице идешь. По-другому это не описать. Так, и что тут? Вентилятор. Эта колонна преграждает мне путь. Нужно ее передвинуть. Ну, это-то понятно. А здесь еще сундук. Значит, нам надо как-то через арку пройти. Как вот то достать? Может быть, надо еще раз пройти? Нет, это как-то... Блядь, а как? Нет, тут, видимо, просто какой-то рост. Ебать копать. Нихуя не понял. Я ничего не понимаю. Ладно, хуй с ним. Мозг только себе только ебу этим происходящим. Я пытался понять, как попасть за ту решетку, Ну что-то хер его пойми Ни черта не понятно Очень интересно Ага, дядечка нас ждет Хорошо Здравствуйте, мистер Ну, блять, началось Давайте умирайте уже, ёпана в рот Не то нажал Зачем я заюзал эту спелку Она мне к ничему сейчас вообще была Ее на босса надо было оставить И вот, блять О, еще живой остался Пиздец, блять Мне надо было вот эту комбинацию Концентрацию накопить, чтобы на босса пойти А я ее потратил сейчас в пустую На какого-то ноунейма моба просто, блять Ну это обидно Ага, снова эти квесты, блять, начинаются Так, туда хуй пройдешь Там тоже Ага Думаю, нужно брать левее Но как? Действительно, как? У нас же есть тут переключатель, блять А, тут просто пройти, наверное, можно Ну, типа да Хе-хе Оооо, пацан поплыл Лестницы какие здесь Невеселые Так, опять какой-то шляпок тебе Ну и куча случаев Ну ладно Так, здесь опять вот эта вот хуйня стоит Еще и дяди Дяди оживают Все Один был, я надеюсь Что за меч на меня идет? Это что за меч, блять? Какого хуя ты... Аааа Хе-хе-хе Нихуя себе волшебство Меч летающий, думаю, блять А он в каком-то другом измерении, видать, был Давай, давай, колдуй, колдуй Пока палочка не разрядится у нас Ооо Профессионалы своего дела знают, что делать в этой ситуации Да ладно С другой стороны этой арки я найду путь дальше Ну тут Прям хуй знает, как тебе подняться, конечно Хм Ну в теории типа понятно Оно должно вот тут стоять Сейчас мы, получается, вот сюда ее ставим Выходим А, не ту сторону выходим Вот в эту сторону мы выходим Вот она у нас большая Получается, залазим сюда Снова залазим Стукаем Балдуем Проходим дальше Все, в принципе Хорошее колдовство Ничего не сказать Ёб твою мать Что это за Волшебство Отвратительное, честно говоря Вот эти лестницы Я вот ту Штуку хочу взять Хорошо тут пол Никакой не гуляет Если бы еще и здесь пол гулял Я бы вообще Голюды начал ловить, мне кажется Слишком отвратительно это все Какой пустой зал И никого нет Ага Все-таки здесь есть кто-то Все-таки здесь есть кто-то Я победил Там какая-то арка И что это делает А на кой хуй Что это за волшебство Мать твою Я не понимаю Ладно, побежим дальше просто Я на в этом сундуке Какие-нибудь, блядь Перчатки Или там очки Или какая-то хуйня Лежит просто бесполезно Больше себе мозг Ломать буду Чем это стоит Ага, дратути А я к вам в гости Ёпта А что за фильтр поменялся сразу Ага Ага Я знаю это место Я помню его У меня есть что-нибудь изделие? Невидимость Только, блядь Круто Давай умирай, блядь Так, все Сейчас надо пройти Через это очко А, в другую сторону Там большой дядя Я его видел Круто Давай уже бей всех Конфринго Ага, все А, ну да Конечно Вот это залупа Вылазит Все Круто Девин Конфринго А в смысле Ты все кувшины разбил Мри, блядь Как же сложно их убивать Все-таки, а Так, он фиолетовый бьет Значит, надо в него это К ноге нажать Добавим еще вот это И вот это Сука, не успел Что ж такое Бессмертный-то, блядь Кого, а? Я тебя все равно Победю Сука Ебанаврод Все на нахуй Помер, блядь Дед Максим Справился Тяжело было Но справился Ага, все Какое облегчение Ну да Наконец, снова нам Открыли дорогу Дальше, блядь Ну, началось Вот эти, блядь Лестницы ебучие Так, ага У нас тут второй Этот дядя Я понял О, сундук Надо залутать его Позолоченная Шелковая мать Ну ладно Давайте смотреть Воспоминания Ну, рассказывайте Дальше сюжет, ребят А, вы не рассказывайте Вы мне даете Только забрать Сейчас, да? А, нет Покажут Куда озвучка делась Ребята, озвучить Забыли Походу Исадора Мы все Покажут Мы готовы Мы готовы У меня что-то Покажут Папа Это мои коллеги из Хогвартса Папа Папа не говорил , когда мой брат умер На моих путешествиях Я подтвердю то, что я всегда вернулся Что мы имеем силу Исадора Исадора А, она что Батью Типа Излещила Что-ли Что Ты сделал Я Убила его Покажут Это нечартовая магия Исадора Ты только видишь что было сел Исадора И мы не знаем что это может держать Но Трисы этой магии отличны от чего я видел Дед Ты скептический к этому относишься Может быть они лекарства изобрели Человека это боли излечили Он говорить заново смог Мне кажется это хорошая тема типа лечить людей Хуяк просто и все и блять это спасла человека своего батю Все больше ничего есть Типа нет что ой как вы могли вы не так поступили а че не так блять чел страдает он говорит нахуй уже не может а типа а так ему хотя бы жизнь спасли минимально оставшись там не знаю 10 лет блять или сколько ему осталось жить то хуй пойми тоже вот хотя бы говорить сможет блять а не мычать вы вернулись целым и невредимым че блять покемоны рассказывайте нахучу дальше я так рад встрече профессор руквод рассказал мне что произошло в замке рукводов в нынешних прямо скажем малоприятных обстоятельствах нам очень повезло что столь сведущий человек разделяет наши взгляды спасибо профессор я сохраню этот второй артефакт в безопасном месте по вашему совету готовы идти дальше что это была за сияющая нить которую седора достала из груди своего отца это была боль вы лучше поймете причины ее поступков проходя испытания чтобы не было я готов в таком случае давайте представимся позвольте представить вам бывшего директора хогвартса неофит жеральд тетя здравствуй очень приятно вернемся вашему суждению профессор фиджеральд вам лучше других должно быть известно как справиться с таким неудобством невероятно тщеславный и несносный директор да уж так и есть я сейчас же проверю все ли в порядке конечно профессору фиджеральд нужно немного времени чтобы расчистить путь до тех пор оттачивайте свое магическое мастерство если вам станет известно еще что-нибудь о делах ранрока и виктора руквода пожалуйста сообщите нам хорошо профессор знаю знаю нужно продолжать оттачивать мастерство вы правда быстро учитесь хорошо бы поскорее получить весточку от лодгока и узнать пригодился ли ему этот шлем который вы для него добыли на сегодня все отлично поработали как всегда позже поговорим ну честно сказать у этого компания помедленнее будет о уж зима пришла еб ты блять а был до этого что осень была потому что были тыквы еще везде праздновали праздник вся хуйня а теперь что Рождество будет праздновать красиво тут вообще не поспоришь красиво сделали времена года блять в игре вы где такое видели давно такой хуйни нет уже если есть чисто на одну локацию там сделают и все охуеть ну и блять писем тут о совушка чеки талантов ну давай распределим таланты раз они у нас появились давай дальше темно искусство качать почему бы нет а ну мы пока не можем качать потому что у нас как бы нет больше знаний ну тогда давай вкачаем блять даже не знаю что давай еще одну ячейку врубим типа все равно она тоже нам нужна будет что у нас две ячейки только заклинаний типа всякие нужны там хламушки так скажем оставим ну что пойдем на выход может быть нам еще какие-нибудь сейчас кваски привалят пока мы выходим нэти поведала мне о схватке с браконьерами и я должна тебе кое-что о них рассказать боюсь это касается тебя давай встретимся как можно скорее угу когда у вас появится время загляните в выручай комнату дик сказал мне что вас может заинтересовать разведение магических существ мне сюда нельзя просили обучить вас заклинанию бомбарда когда выполните мои задания подойдите ко мне после занятий все почта кончилась на этом все 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 что-то как-то не густо заклинание этих заданий нам дали заклинание так поговорить с попи понятно тут что раздобойте диреколы используя хват мешок большую жабу потомство потомство самой смерти давайте пройдем у дика задание типа время нам еще позволяет как раз вот это сейчас делик с вами выполним точнее не делик а задание в любом случае так секретной комнаты вручай комната и куда нам хотел бы поговорить когда у вас будет минутка привет дик ты хотел со мной поговорить да дико подумал что вы захотите научиться создавать загон для разведения существ можно будет бабки делать это отличная идея спасение и разведение существ тесно связаны браконьеры крайне опасны для детенышей существ разведение существ вручай комнате позволит уберечь малышей ясно и что мне нужно сделать сначала приведите в комнату пару существ самца и самку дик предлагает спасти фестралов они очень страдают от браконьеров благородные создания с плохой репутацией за связи со смертью браконьеры ценят их за хвостовые волосы я уже видел фестралов но где же в здешних местах найти пару дик видел диких фестралов неподалеку от хогвартса вам нужно будет приобрести рецепт для загона в фолиантах и свитках и собрать необходимые материалы приходите к дику когда фестралы и магический рецепт будут у вас охуеть ты старый придумал сходи купи принеси то отдай сюда и не мешай блядь называется ну типа пиздец немножко хотя мандрагора у нас выросла слушайте хорошо ну может быть этот рецепт конечно бесплатно дадут но что-то я вообще в этом сомневаюсь очень очень сильно и я помать недалеко от хогвартса блядь ты посмотри где они находятся юб твою мать зачем мне на это подписался так мне надо купить получается стойку у кого флянты свитки а у этого чела блядь сюда на метку и вот телепортируемся значит зайдем туда посмотрим сколько это блядь свиток этот стоит хватит ли нам вообще денег потому что это заклик вообще нихуя не пригодится хотя не в принципе с учетом что если мы будем их размножать разводить то как бы мы сможем продавать животных и тем самым бабки лутать ёпта а чё так темно блядь всегда приятно видеть знакомое лицо здорово продай мне посмотрим что у нас есть тысяча тысяча сука да ты охуел блядь с вами приятно иметь дело какого хуя столько кофе стоит это пиздец понятно будем заниматься старым добрым грабежом пока что сундуков я вижу а я думал когда вы снова зайдете а это снова ты блядь чаще я зайду блядь подожди пару минут как тебе туда попасть блядь причем вопрос явно должен быть какой-то вход так на притяжение сделать а то там свитки летают какие-то это просто труба блядь тут вообще тупик ебучий случай значит где-то в доме у него должен быть вход так значит вот это делаем здесь на притяжении инвиз палочка и блядь не знаю к ноге пусть будет все вы меня типа не видите что тут у нас дайте знать если зачарованная лестница какая дохуй жопа зачарованная лестница 500 есть маска тут стоит но и днем их нельзя подбирать их можно только ночью очень проблема ладно сейчас мы еще 500 ладно мужик до свидания я скоро вернусь а у тебя тут где-то свиток летал забираю сейчас еще 500 залутаем не переживайте где-нибудь да здесь я думаю оно будет второй уровень второй уровень блядь в дом то людям не залезть даже второй так китика надо погладить это важно китика погладили все продолжаем еще какой-то свиток спиздил так может еще кого голда что-то как-то нихуя второй уровень но есть там вот этот сундук блядь но второй мы не можем пока получить из-за того что нам надо странной дэви маски собирать ага тут я уже его вскрыл стоит грустный одинокий земель да еду и поверю ну по-любому еще где-то есть вот это что такое парикмахерский салон шпион просто пиздец она даже ничего не заподозрила ну вот здесь тоже есть сундук тут блядь но я попасть не могу сюда ебучий случай так стоп тут тоже есть сундук я я изучил книгу заклинаний салазара слизарина приходи криптов я кое-что нашел китики я не хотел китика поглад я хотел свиток прочитать ну ладно в принципе минутку китику можно уделить так еще раз да блядь я не могу выполнить квест ну дай мне прочитать свиток еба боба о кошки писара эти кошки почему-то ошиваются поближе к магазину перьев писара возможно их привлекает само перья или же лакомство которое владелец их угощает не ну в принципе как бы неудивительно хлюпай хлюпай я тебе не мешаю заберу тебя дайте мне найти денег тут еще что-то есть магазин одежды это не то что есть ой господи нет сундук где-то остался еще он спрятанный что ли может быть он снаружи дома находится или где-нибудь у нее тут проход есть здесь прохода нет окаривай а как какать ёпта попався все тысячи голды у нас есть налутали по городу блять я же говорил тебе не ходить туда мисс плюс из клюва я знаю что нам туда нельзя просто я подумал из-за тебя нам братишки на 5 думает так когда дальше идти а точно все мы же собрали косарь нам получается сейчас надо вернуться к вот этому типу и купить получается у него уже заклинание сейчас отдай бежим и в принципе на этом мы закончим я думаю что времени в принципе уже нам она дед я налутал косарь я вас тут погребил и собрал у меня огромный выбор замечательных книг да 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 я у тебя загон выкупаю все пошел в жопу если вам еще что-либо нужно только скажите да ничего мне больше не надо ой господи ну это прям кошмар али квест был короче а вообще городок действительно замечательный здесь наверное прикольно жить типа красиво но думаю на сегодня мы с вами закончим с вами был крас подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующих роликах о гвартсе и других игр всем пока субтитры и